Этот инцидент, сложившийся по-моему больше анонимом, он ведет глубоко еще за долгие годы до того, как вчерашний инцидент произошел, так как анонимный ресурс, который существует в соцсетях, он всем известен, кем он создан, власть сегодняшняя будущая оппозиция, пользовалась этой анонимной сетью, анонимами в соцсетях. И вообще считаю, что именно 30-40% заслуги того, что вообще во власть могла прийти эта оппозиция, это именно анонимы, это была большая работа по дискридиации всех неугодящих людей, они это продолжают дальше, продолжают оскорблять и других депутатов, не только, которые там в списке есть, нас, меня лично нет разницы. Вот, да, и реакция всегда не однозначно наших коллег на оскорблении. Или представитель власть, гражданин любой, вообще. Я, давайте я продолжу, вообще не только личности, личности депутатов оскорбляются, оскорбляются вообще как бед, как бедная власть, сам парламент. На такие вещи даже не реагируем мы, потому что это выгодно, когда-то кому-то выгодно, и это не поощряет. Есть даже в соцсетях такие люди открыто оскорбляют в парламенте, а это вчера и перед сотрудником СГБ и прокуратурой говорил, есть, и не надо же, в соцсетях никто не скрывает. Открыто лют, грязь, оскорбляют вообще как отдельный бед власть. На это тоже надо реагировать, что я хочу сказать, вам лично. Ну, это, в этом, наше государство не имеет значения, какая бед власть здесь оскорблена или личность. Вообще, как парламент оскорбляют, на это нет реакции, ни разу не было реакции. Если мы сами здесь не начнем реагировать, но понимание среди коллег мы найти не можем. Даже в ситуации с нами, что произошло, когда Валерий Агарба был в попытке витать его тоже в соцсетях началось, потом видео, которое прокуратура изъяла, где село попало в соцсети, анонимно это все распространялось, потом эти невидения анонимными материалами сделала репортажи и обвинила вместе с прокурором города Валерий Агарба. Здесь ситуация происходит почему так, потому что эти анонимные, 6 лет грязью поливали на наш народ, власть, всех, так да. Сегодня они находятся в административных зданиях, в разных учреждениях, их проозначают на разные должности. Вот здесь представители зимы, если кто знает, ник такой, пулсад, сад, по которому мил грязь, мы проводили беседу, задерживали, эта женщина сегодня вам вопросов не принимала. Ну, вы в то время работали, вы сгибаетесь, вы, наверное, слышали об этом. К чему это все говорю? К тому, что сегодня власть поощряет эти действия, в одну сторону. И эффект сегодняшнего, который там задержали, якобы такой необходимый. Я никогда не буду защищать анонимов, они больше всего для меня негативы. Наглядс, так же, как на остальных коллегах, мы желаем их никогда не защищать. Ситуация, которая произошла вчера, не интересует ваших коллег, почему появились там депутаты парламента. Это очевидные вещи, почему там могут появиться депутаты, потому что население незащищённое стало действиями прокуратуры, несправедливости, как будто видят, не обращаются за защитой, не участвуют депутатам. Это нормально. Я хочу напомнить, что это квартира героя Абхазии погибшего во время войны. И любое там действие... Значит, вы не можете туда влезать. Нет, я об этом не говорил, не перенесывайте меня. И любое действие в их сторону, в семи героев Абхазии погибшего молодого парня, очень уважаемого вообще в обществе. У него остались друзья, братья, кто его очень сильно уважал. Что бы там ни происходило, даже если тяжкие преступления, это себя совершить, чтобы вы понимали, всегда за них придут друзья, родственники, соседи. Да, Абхазия, никого-то вот его не отъявлять не должно. Тем более там женщин, мужиков, когда нет, детей касается. Конечно, соседи забрали. Это обычная история. Мы не хотим, чтобы такое происходило. А депутаты, которые туда пришлись, вот люди, представители прокуратуры из ЕБ, наверное, вам рассказали, что мы наоборот сглаживали обстановку, договорились, и то, что депутаты там находились, главное, что там находились, потому что мы смогли предотвратить, может и убийство, может и ранение, тяжкие какие-то последствия, какие-то последствия в ваших действиях, при разоружении строявшего, не участвовали ни один сотрудник, ни прокуратуры, ни СГВ, один подошел к концу, начальник милиции города, а остальные, которые люди в масках были, до этого там стояли, они в другом углу стояли. И надо что-то с самим это делать. Слава Богу, это получилось. У нас такого опыта нету, разоружать, но у нас это получилось. Хотя при такой ситуации, если были бы те сотрудники, которые в гаграх занимались, они, наверное, застрелили бы его. Гарри, а как это называется? Как называется? Мы говорим, что здесь это убийство. Как называется? Это так? Вот я прокомментировал здесь, я сказал, что полиция... Самооборона, да? Да. А почему вы это комментируете? Полифицировать, пытка полифицировать, убийство, описано, что он умышленно кого-то убил. А вы что хотите, если там что-то изменить? А там самооборона была, чистая, самого Сунина прыгнула, в груди отстреливалась, это все мы знаем. И вот там нет вообще, не только штаба. Россия, и в этом будет в 16-м. А в настоящее время это не установлено. В настоящее время вы изданете, что... Сидите, что... Вот там не то, что... Сидите, что... Сидите, что... Сидите, что... Сидите, что... Ворота, что... Ворота, ворота! Я очень извиняюсь, что я не могу... Почему я... Почему я... Ворота, ворота... Ащипок много. Ащипок много, ну, всегда. И не надо говорить, что у вас стирильная работа. Никакой стирильной работы у вас нет. Дальше, проявляемое преступление, хочу сказать, что все это происходит. Это происходит прямо сверху. А под приказом нашего главнокомандующего, это методы запутки. Это... 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 Почему-то происходит, я вам запугиваю, сегодня в стране очень много проблем, не ругать власть, только я не знаю, что слепой не может, не будет ругать, сегодня 3 дня без света, 4 дня без воды, мы не можем с дому выйти, открыто, открыто люди в соцсетях ругают власть, потому что ронят, потому что люди хотят просто разругать власть, я вам говорю, что вы не сможете, дайте людям смерть, дайте людям воду, меньше будут ругать, вот и проблема, а мы будем всегда на стороне нашей страны.